У вас должно быть две кнопочки, да, то есть кнопка «Задать вопрос», некоторые уже, я так понимаю, ее воспользовались, и кнопка «Поднять руку». То есть можно в рамках самого вебинара задавать вопросы, и после этого мы постараемся на них ответить. Если у вас какой-то, не знаю, там большой сложный вопрос, можно поднять руку, в конце мы дадим слово, передадим микрофон, вы сможете задать свой вопрос, мы можем пообсуждать, подискутировать. Собственно, о чем хотелось бы поговорить, да, то есть рассказать видение с нашей стороны по результатам уже реализованных проектов. Первое, да, что такое UC, и куда мы движемся. То есть, с одной стороны, наверное, тема не особо новая, с другой стороны, как все технологии, мы движемся по спирали и возвращаемся к тем и тем же, одним и тем же истокам, уже с новыми подходами, с новым набранным опытом и так далее. Посмотрим, в чем особенность реализации UC на Nutanix, то есть, чем можем мы быть полезны конечным заказчикам, какие проблемы вообще существуют в проектах реализации UC. Основной акцент, с моей стороны, будет на VDI и меньше на десктоп как сервис. То есть, рассмотрим, как вам, как партнерам, может быть, заказчику увидеть и посмотреть. Просто подобрать конфигурацию под необходимую задачу, мы рассмотрим конкретный кейс нашего заказчика и в дальнейшем посмотрим, собственно, дальнейшие шаги, чем мы можем быть вам полезны, куда обращаться, да, то есть, чем мы сможем вам помочь. Так, давайте тогда начнем. Собственно, что же такое UC и куда мы движемся? На самом деле, у этого понятия есть большое, термина, есть большое количество определений, да, то есть, каждая компания считает, что она лучше знает, как должно выглядеть рабочее пространство пользователя, но плюс-минус все эти определения и некое там общее понятие индустрии, оно идентично, да, то есть, это некое множество продуктов, которые охватывают инфраструктуру виртуальных рабочих столов, да, то есть, VDI, о том, с которым мы поговорим, это систему рабочих столов как сервис, да, то есть, десктоп как сервис, какие-то различные дополнительные услуги по доставке приложений, например, терминальные сервера, либо виртуализация приложений, и дополнительный, в принципе, набор прикладных сервисов, которые позволяют нам обеспечить, создать комфортную среду для пользователей, например, хранить его документы, управление принтерами, политиками и так далее. То есть, можно явно в виде разделить то, что эти каждые технологии и, в принципе, терминология, да, то есть, что VDI, это отдельная сущность, то есть, это когда каждому пользователю выдается отдельный рабочий стол, благодаря этому получается некое изолированное окружение, это хорошо в плане изоляции ресурсов, это хорошо в плане безопасности, но при этом это, можно сказать, самая новая технология, первоначально, безусловно, появилась технология терминальных серверов, то есть, терминальные сервера здорово, нам не требуется устанавливать на рабочее место пользователя приложение, оно хранится централизованно, потребляет ресурсы удаленного сервера, но возникает проблема в том, что мы плохо изолируем ресурсы, один пользователь может запустить какое-то ресурсоемкое приложение, все ресурсы подреплены, либо проблемы с совместимостью приложений, поэтому после того, как появились терминальные серверы, следующая, наверное, технология, как раз появилась, виртуализация приложений, возможность создать портативные версии приложений, которые при необходимости мы можем размещать также на тех же самых терминальных серверах и уже работать привычным способом, либо, например, переносить их на локальную машину, на флешки, запускать, потреблять локальные ресурсы. Вопрос совместимости решается, вопрос безопасности не решается. Соответственно, VDI предназначен для того, чтобы решить именно основные вопросы, связанные с безопасностью. То есть, мы создаем изолированное окружение, пользователь не может выйти за рамки своего выделенной виртуальной машины, это хорошо в плане управления, развертывания и так далее. И говоря про UC, на самом деле, это как раз стэк отдельных технологий, продуктов, каждый из направлений, безусловно, имеет какие-то решения на рынке. UC – это некое общее понятие, которое объединяет, то есть это и может быть VDI совместно, и внутрь этого VDI мы можем доставлять приложения пользователей. В отдельных сценариях пользователей необходим именно не рабочий стол, потому что он работает с отдельным приложением, а само приложение. Это документы и так далее. Поэтому, собственно, общее, почему нужен VDI, чем он хорош, и наши терминологии, дополнительный сервис, про который мы расскажем, собственно, десктоп как сервис. Первое, да, то есть, довольно простая ситуация, то, что мы можем централизованно хранить наши рабочие столы в одном месте, то есть в каком-то нашем дата-центре, работать с ним и так далее. При этом мы видим, что на самом деле часто возникает боль поддержки конечных пользователей в виде затраты, сложности определенных, может быть, компетенций. И мы, таким образом, у заказчиков появляется идея, почему бы не попробовать проект по VDI. Банальной инициативой может выступать замена физических рабочих станций и ноутбуков, то есть банальный парк, замена парка ПК. Может быть, пожелание ухода к модели потребления как сервис, да, то есть больше бы по приложению, но в том числе и относится к VDI, когда мы можем конкретно посчитать отдельную стоимость отдельного приложения, сколько она входит для пользователей и так далее. Говоря про, в том числе, текущую ситуацию, когда резко пользователи оказались на домашнем режиме работы, ну, не все пользователи явно обеспечены инструментами работы. И они вынуждены использовать дополнительно какие-то свои устройства, ноутбуки, планшеты и так далее. Поэтому инициатива, в принципе, Bring Your Own Device, на самом деле, она, с одной стороны, классная, да, то есть она позволяет глобально заказчикам сэкономить на том же самом парке оборудования, предоставляя более дешевые ресурсы в виде, там, не знаю, хромбуков. Либо отдавать эту инициативу выбора, например, там, розовый ноутбук вместо корпоративного серого, заказчик может выбрать, работать, и при этом вопросы безопасности, они не решаются на конечном устройстве, они решаются централизованно. Все это мы получаем, да, то есть по факту некую такую изолированную среду, да, то есть для каждого пользователя, которая хранится централизованно в одном месте, который мы можем централизованно обновлять, проще, чем отдельные рабочие столовые, компьютеры. Мы можем централизованно применять политики, как резервного копирования, какие-нибудь DR, мы можем централизованно применять политики безопасности, и при этом пользовательское окружение не страдает со стороны компании, мы получаем на самом деле удобный инструмент управления. О чем хочется поговорить? На самом деле существует два подхода, которые мы предлагаем с нашей стороны. То есть первый подход – это традиционный VDI, то есть то, что развертывается, как правило, на площадке заказчика, управляется силами заказчика, развертывается заказчиком, там, закупается заказчиком и так далее. И Desktop как сервис, то есть мы предлагаем со своей стороны решение, которое позволяет быстро, во-первых, запустить нашу необходимую среду, может быть, в публичном облаке, может быть, при необходимости на нашей собственной площадке. Ну, Tanix уже 11 лет существует на рынке, да, то есть и первый свой был продукт представлен в рамках инициативы варе Rapid Desktop, то есть это готовые коробки, которые предназначены чисто для задач VDI. Первоначально работали мы с компанией ВМВ, да, то есть и первый продукт, безусловно, с которым работал, это был Horizon View. За это время, на самом деле, большое количество, во-первых, проектов было реализовано, да, то есть за 11 лет. Во-вторых, если посмотреть, мы как публичная компания публикуем результаты квартала, то VDI, с одной стороны, он перестал быть главной инициативой нашей компании, при этом треть прибыли компании от проектов, она реализована именно на проектах VDI. Соответственно, мы поддерживаем всевозможные типы гипервизоров, брокеров, аппаратных платформ, про это я поговорю попозже, и при этом мы предоставляем довольно удобные инструменты, чтобы заказчик мог быстро запустить и получить некую такую облачную модель потребления, когда он закупает не сразу железо, лицензии и так далее, а платит по мере использования, да, то есть основные игроки, собственно, нарисованы, но при этом, что может быть, да, то есть какие ключевые сценарии, инициативы со стороны вас, может быть, со стороны заказчика, может выступать, то есть заказчик, может быть, выбирает для себя, либо уже имеет определенный тип гипервизора, да, то есть мы поддерживаем в данный момент 4 типа гипервизора, это вам варива сфера, это Citrix Xen сервер, это наш гипервизор Nutanix и HV на базе KVM, и это Microsoft Hyper-V, если по определенным ситуациям, ну, заказчик хочет использовать именно этот гипервизор, окей, мы с этим работаем, мы это поддерживаем. Говоря про инфраструктуру, собственно, брокера, который будет работать, тут тоже возможны определенные сценарии, и на картинке явно выделены 4 сценария, да, то есть это Citrix на Nutanix, собственно, брокером выступает Citrix, виртуальные рабочие столы работают на Nutanix и HV с применением либо нашего гипервизора HV, либо Citrix Xen сервера, потому что в состав Xen desktop уже входят лицензии на Xen сервер. Второй сценарий, это VMware Horizon на Nutanix XI, брокером выступает, собственно, VMware Horizon, и VDI работает уже на Nutanix XI с применением гипервизора в VMware сфере, потому что Horizon работает только с ним. Третий сценарий, это мы предлагаем варианты организации desktop как сервиса с Nutanix, с использованием Citrix Cloud, да, то есть брокер находится в Citrix облаке, но виртуальные рабочие столы находятся непосредственно на нашей площадке, на Nutanix XCI. И последний сценарий, это использование нашего продукта, Xiframe, который на самом деле позволяет удобно получить некий законченный сервис. Если мы говорим про законченный пак от Nutanix, либо, может быть, от UEM-партнера, мы получаем на самом деле унифицированную точку входа для решения проблем. Проблемы, связанные с инфраструктурой, с серверами, со сторожем, с гипервизором, с брокером подключений, что, в принципе, довольно классно и удобно. Возникает довольно простой вопрос, да, то есть большой выбор, что же можно выбрать заказчику. В общем случае, с нашей стороны мы поддерживаем любое решение, да, то есть большое количество есть описанных референсов, успешных проектов с применением тех или иных гипервизоров, брокеров подключений. Но для того, чтобы предложить что-то, некий оптимальный вариант для заказчику, на самом деле заказчику, ну, либо вам нужно задать так простые вопросы. Первое, где у них будет располагаться вся инфраструктура рабочих столов. И варианты ответа, ну, на самом деле два, либо в собственном дата-центре, либо в публичном облаке, да, то есть, ну, в собственном дата-центре, кирает, может быть, некий менедж-сервис у локального провайдера, где у вас выделены кластеры и так далее, но это все-таки ваша собственная инфраструктура под вашим собственным управлением. Второе, да, то есть, где будет расположен брокер подключений? То есть, он может располагаться в облаке он может может располагаться на вашей площадке заказчика и как следствие мы получаем то что он прям инсталляции мы полностью отвечаем за развертывание обновления и так далее сами в облаке это все отдается на управляемый сервис до некий такой сас где мы можем использовать различные гибкие инструменты по которой поговорю попозже и на выходе мы увидим на самом деле что возможно 5 сценариев то есть это цитрикс на нутаниксе гипервизор нам в общем случае не важен мы поддерживаем здесь не написано ксен сервер все гипервизоры которые поддерживают цитрикс кендестоп нутаникс хорайзен применяем на гипервизоре в сфера нутаникс на цитрикс клауди с использованием как правило более экономичный вариант про это поговорю попозже используя нашего гипервизора это за и фрейм расположены на площадке заказчика с менеджмент пленом в облаке либо полностью инсталляция фрейма в использовании ресурсов публичных облаков дать поговорим более подробно на отдельных уже каких-то сценариях то есть именно традиционные видя и ни для кого не секрет что основным критерием успешности реализации этом внедрение проекта видя и является работа конечного пользователя говоря об эффекте мы всегда говорим так называемый user experience и насколько комфортно работа конечного пользователя настолько эффективно он может выполнять свои какие-то повседневные задачи если user experience пользовательского окружения плохой то и производительность на самом деле низкая как следствие проект видя и в общем случае можно считать неуспешным то есть если пользователь раньше открывал приложение за несколько секунд а теперь она не открывается минутами и расскажу с чем это может быть связано то на самом деле можно считать что это проект завальный и при этом мы видим что на самом деле есть заказчики которым инициатива то сама видя нравилось они даже стартовали проекты но столкнулись с определенными трудностями которыми можно столкнуться я про который скажу первой частью большую основной частью связано с тем что инфраструктуру которую они выбрали например трех уровня она просто не предназначена для масштабируемых сценариев видя и какими основными собственно проблемами мы сталкиваемся и как раз ну может быть новый проект может быть как раз вот как я говорил про заказчиков которые уже реализовывали проекты это низкий юзер экспириенс да то есть треть проектов не соответствует требованиям конечно пользователей мы им развернули рабочий стол они говорят что медленно работает либо определенные проблемы когда мы наращиваем число пользователей 100 пользователей комфортная работа тысячи пользователей уже работа некомфортная непредсказуемость доступности и безопасности то есть сложности связанные с доступом к отдельным приложениям, либо данным этих приложений. Например, в случае незапланированных сбоев, сбоя системы хранения данных, на рамках которой все хранится централизованно и нет каких-то возможностей раскидать отдельный сторож между различными стойками. Либо это приводит к сложности и стоимости развертывания. Например, мы строим дополнительные сторожа, увеличивая мощности, наращивая емкость пользователей, добавляя какие-то инструменты по резервированию и так далее. Ну и, конечно же, проекты VDI, они, как правило, долгосрочные. И тут возникает такая ситуация, что планируя этот проект, который, в принципе-то, длится в рамках некого пилота нескольких месяцев, процедуры каких-то закупок, мы должны спрогнозировать потенциальный рост на 3-5 лет, мы должны, как правило, купить заранее готовую инфраструктуру, которую мы утилизируем по факту через 3-5 лет. Поэтому, помимо того, что проект долгосрочный и мы несем большие капитальные затраты, в этом плане, на самом деле, TCO очень сильно страдает. В чем же наши основные преимущества Nutanix для конкретных проектов VDI? Ну, первое, да, то есть это простота. Мы смонтировали оборудование в стойку, готовый пак, запустили Nutanix Foundation, нашу служебную машину для развертывания, подготавливаем, выбираем тип гипервизора, выбираем версию нашего ОПО, пошли попить кофе, через час наш кластер готов к работе. То есть все автоматически развернуто через простой визор из трех кнопок. Второе, это линейное расширение. Одно из значимых преимуществ нашей архитектуры является линейная именно масштабируемость. При добавлении узлов в кластер количество виртуальных машин, серверных, либо в том числе виртуальных рабочих столов, растет абсолютно линейно и предсказуемо. Это важно, потому что мы принимаем на основании этого, предпринимаем какие-то определенные планирования по дальнейшему масштабированию нашей инфраструктуры. Если мы сейчас потребляем одна коробка 100 пользователей, мы хотим в 10 раз, но все просто, нам нужно докупить еще 9 коробок и будет линейная масштабируемость, линейное расширение. Одну секунду, коллеги. Линейный рост производительности. Основной проблемой трехуровневой архитектуры является то, что у нас нет предсказуемости производительности отдельного узла и, как следствие, отдельной виртуальной машины при росте нашей инфраструктуры. То есть мы купили сервера, 10 серверов, систему хранения данных, развернули какое-то количество пользователей, стали наращивать количество пользователей, то есть увеличили дополнительно процессор памяти. На самом деле производительность в единице на отдельный сервер, она упала. И, как следствие, упала на отдельную виртуальную машину. То есть с течением времени у нас произникает проседание производительности, страдает user experience. В нашем случае мы добавляем новые узлы, у нас автоматически добавляются вычислительные ресурсы, как процессор памяти, так и ресурсы хранения. Новый дисковый контроллер, который обрабатывает сторожевый трафик, и непосредственно дисковая емкость для хранения наших данных. Четвертое, да, то есть это свобода выбора. Мы полностью софтовая компания, хотя в некоторых отдельных случаях мы можем предоставляться в виде законченного пака. Заказчик всегда имеет право выбора. Производитель аппаратной платформы, производитель гипервизора. Говоря про какие-то сценарии облачного потребления ресурсов, имеет всегда право выбирать глобального поставщика облака, где развертываться будут его виртуальные машины. Готовое решение, да, то есть вместо трехурневой архитектуры, где явно выделены отдельные какие-то компоненты типа серверов, систем хранения данных, коммутаторов, санлан, мы предоставляем с собой новую законченную коробку, там 4-фактор либо один, либо два юнита, в зависимости от исполнения набивки, которая совмещает в себе ресурсы как вычислительные, так и ресурсы хранения. То есть нам на самом деле не нужно думать, сколько серверов отдельно докупить, сколько докупить отдельно сторож, где как смасштабировать, с какой пропорции. Готовое законченное тиражируемое решение с линейной прогнозируемостью. Довольно очень удобно. Хорошие показатели TCO и ROI, да, то есть если заказчик думает о том, внедрять ли ему проект VDI, либо на чем конкретно VDI и, например, уже имеется опыт и смотрит в сторону трехуровневой архитектуры, то приходите к нам. Мы готовы на самом деле посчитать с заказчиком совместно TCO, да, то есть и практика показывает, что в горизонте 5 лет мы можем оказаться на 30-50% эффективнее по сравнению с трехуровневой архитектуры. Если разговор идет про другие решения для гиперконгергенции, то нам есть тоже, что предложить, и TCO также будет показывать лучшие показатели. И последнее, собственно, это снижение рисков, да, то есть так как мы представляем собой законченные коробки, ручные решения с единой централизованной консолью управления, то это позволяет нам централизованно отслеживать совместимость каких-то отдельных компонентов системы. Нам не требуется думать, как проапгрейдить правильно прошивку сторожа, какую прошивку на серверах поставить и так далее. Все у нас унифицировано через единую консолью управления, которая отслеживает совместимость и позволяет нам, во-первых, производить гарантированное обновление в плане совместимости. Во-вторых, различные инструменты защиты, они позволяют нам производить это обновление без простоя, что дополнительно также, безусловно, нас снижает риски вместо того, чтобы мигрировать какие-то данные на новую систему хранения данных, потому что мы хотим эту систему хранения данных обновить. Если мы посмотрим на слайд, какие основные компоненты VDI существуют, то можно выделить на самом деле 9 основных компонентов. И, конечно, как ни странно, эти 9 различных компонентов могут предоставляться разными поставщиками решений. То есть можно выбрать такой суперсложный проект, то есть гипотетически, где заказчик, потому что решил выбрать определенный, выбрать, порекомендовали определенный набор компонентов, в котором им показались лучше. То есть, например, для Network Security был какой-то отдельный компонент, типа, не знаю, там, Palaita, Data Protection, потому что какое-то у него уже имеющее средство резервного копирования, он решил его продолжать использовать и так далее. Вот собирать вот этот стэк необходимых компонентов для проекта VDI на самом деле довольно сложно. Сложно в плане подбора решений, сложно в плане настройки и интеграции отдельных компонентов. Так как это могут быть поставщики отдельных компаний, на самом деле возникают проблемы с масштабируемостью, да, то есть, и говоря, опять же, большей частью по поводу сторожа, это непрогнозируемая производительность. Увеличивая верхний стэк, да, то есть количество рабочих столов, страдает производительность сторожа. Закупаемый слишком много сторожа может быть наперед, да, то есть мы его недоутилизируем, это становится дорого. И поэтому, на самом деле, глядя на вот эту картинку, на состав компонентов, можно задаться простым вопросом, да, то есть, собственно, какие игроки есть VDI на рынке. Игроков на рынке, на самом деле, безусловно, большое количество множества, но можно явно в виде выделить три компании. Это компания Citrix, это компания VMW и компания Microsoft. Компания Microsoft, с одной стороны, при привлекательности своего, там, своей модели лицензирования, не обладает достаточным инструментом по развертыванию рабочих столов, управлению пользователями, каких-то компонентов, связанных с перифериями. Поэтому на практике показывает, что основная часть проектов VDI все-таки реализована с применением как Citrix, так и VMW. Как я говорил, мы каждый квартал отчитываемся по проектам реализованным, да, то есть нашей компании, 25% проектов VDI, и, на самом деле, если посмотреть по статистике, то порядка 18% это проекты именно с применением Citrix. Поэтому с нашей стороны, да, то есть мы считаем, что связка Nutanix и Citrix является лучшей комбинацией на рынке. То есть Citrix, можно, конечно, поспорить, да, то есть в отдельных каких-то отчетах можно увидеть, что и компания BMW там предоставляет, но при этом, на самом деле, мы считаем, что Citrix является лидером на рынке эндьюзинг-компьютинг, потому что предоставляет большое количество продуктов, которые позволят обеспечить как работу виртуальных рабочих столов, приложений, пользовательских данных, обеспечить различные инструменты безопасного доступа и так далее. А мы со своей стороны, ну, безусловно, считаем себя лидером рынка HCI, поэтому для заказчика тут довольно очевидный выбор, да, то есть два лидера, которые, во-первых, предоставляют унифицированное решение, во-вторых, собственно, как ни странно, мы с Citrix не являемся конкурентами. Citrix предоставляет свои компоненты для обеспечения рабочих столов, мы свои компоненты для обеспечения инфраструктуры. И тут, на самом деле, довольно взаимовыгодное сотрудничество происходит с компанией Citrix, поэтому большое количество продуктов уже сертифицировано под Citrix, говоря про стык наших продуктов. И поэтому, да, то есть основной мой разговор будет, говоря про сценарий VDI, именно с применением Citrix. То есть как это выглядит со стороны Citrix, да, то есть мы представляем законченное решение, на котором развернуто какое-то количество столов. У нас имеется пул со стороны XenGestop, в котором мы развернули это количество столов. Нам требуется увеличить новую мощность, дополнительные новые столы, может быть, увеличить текущий пул, может быть, создать какой-то новый имеющийся для нового филиала. Мы просто добавляем новый вычислительный узел Nutanix в кластер. У нас происходит автоматическое добавление в кластер, перераспределение уже имеющихся ресурсов в фоновом режиме на оставшиеся диски. Производительность повысилась, соходимость повысилась, как следствие, да, то есть кластер готов к наращиванию мощностей. Со стороны Citrix в рамках настройки пул мы просто увеличиваем количество столов вместо 100, теперь их стало 200. Автоматически у нас запускается процедура развертывания, никаких каких-то сложных перестроек, добавления новых страджей, перекидывания профилей, туда ничего, этого нет, это довольно простая, прозрачная процедура, которые, ну вот если смотреть, мы как видим, здесь заказчики, которые используют Sendustop, у них большая экспертиза, но так получается, что с Nutanix они еще знакомы плохо. Переход от использования Citrix на каком-либо другом гипервизоре, переходе на использование на наш, на самом деле не занимает довольно, там, меньше, чем недели. Все основные продукты, которые имеются у Citrix, безусловно, они могут исполняться и сертифицированы под запуском на нашем гипервизоре. Наш гипервизор называется Nutanix HV, который построен на базе КВМа, он всегда включен в поставки законченного пака, то есть он ничего не стоит, его нельзя исключить, использовать его или нет, это ваше дело, но как раз говоря про там экономику, те же TCO и ROI, использование нашего гипервизора позволяет на самом деле сократить стоимость отдельных рабочих столов. Собственно, все компоненты вида NetScaler, как Netscape Delivery контроллера, сам Xenap XenDestop, они полностью сертифицированы и без проблем вы можете их запускать на нашем гипервизоре. Независимо от того, это какая-то большая инсталляция и мы разделяем некие там компоненты управления, либо это небольшая инсталляция и все компоненты управления рабочих столов расположены непосредственно вместе. Для специалистов XenDestop на самом деле это выглядит довольно просто, то есть у нас есть готовый плагин для интеграции, для интеграции в Citrix Studio у нас появляется возможность выбора дополнительного провайдера для развертывания наших столов. То есть на каждый Desktop Delivery контроллер мы установили плагин, появилась кнопочка, развернули наши столы. То есть ничего не требуется, какая-то переквалификация, осваивать хитрые гипервизоры, сторожи и так далее. То есть как вот это выглядит. То есть мы установили на Desktop Delivery контроллер плагин, который на самом деле по REST API обращается к нашим компонентам. То есть основное обращение идет к нашему продукту, называемый призм элемент. Это продукт, который встроен в каждую нашу служебную машину, то есть каждый сторожевый виртуальный контроллер на каждой нашем вычислительном узле. И в момент развертывания какого-то нового пула, либо там наращивания мощностей, мы делаем снапшот диска виртуальной машины, подготавливаем новые рабочие столы. И благодаря тому, что у нас снапшоты как сами все тонкие и Redirect on Ride, на самом деле мы получаем во-первых, быструю дисковую производительность без проседания, во-вторых, мы получаем то, что у нас эффективно используется место под размещение этих рабочих столов. У нас нет как такового централизованного сервера по аналогии с вамбарным в-центром. Благодаря этому у нас на самом деле нет проблем, связанных с масштабируемостью, с масштабируемостью с развертыванием рабочих столов. То есть если мы посмотрим обычный сценарий, то есть когда мы развертываем с использованием ВМВ рабочие столы, у нас есть очередь. 10 одновременных операций клонирования, развертывания и так далее. В нашем случае мы максимально все распараллеливаем по всем нашим узлам и как следствие процедура развертывания может оказывать показатели до 5 раз быстрее по сравнению например со сценарием использования другого гиперевизора. Говоря про сценарий развертывания с использованием конкретно например машин creation сервиса, мы понимаем, что у нас есть некий золотой образ системы и некие дифферентные диски наших отдельных рабочих столов. Уникальной возможностью нашего создает обращение только на чтение и создает локальные копии на удаленных услах откуда происходило обращение. Как следствие у нас возникает так, что мы не нагружаем сеть потому что у нас происходит локализация данных и как следствие мы быстрее развертываем наши виртуальные машины. Проект VDI это не только собственно гиперевизор, система управления, система хранения данных где мы храним файлы виртуальных машин, но также отдельные такие компоненты как хранилище для профилей пользователей например их документов какие-то инструменты по автоматизации сборки рабочих столов либо доставки отдельных приложений инструменты безопасности как например антивирусный либо сетевой и мы со своей стороны предлагаем на самом деле законченный стэк продуктов то есть если говоря про такую сущность как называемый Nutanix Core это разговор про три продукта Nutanix AOS собственно наш сторожевый компонент Nutanix HV наш гиперевизор и Nutanix Prism это собственно панель управления с которыми мы работаем с которыми в дальнейшем работают брокеры для VDI Nutanix то есть что называемый Essentials то есть это продукт Nutanix Files это продукт для развертывания скиллаут файлового сервера для размещения продюсерских профилей Nutanix Flow возможность создания микросегментации на уровне виртуализации Nutanix Calm продукт продукт по оркестрации автоматизации это то что может быть развернуто на площадке заказчика и говоря про какие-то различные гибридные схемы реализации мы предоставляем вариант первое то есть это DR в облако собственно своя DR площадка продукт iLib и говоря про какую-то необходимость помимо того что защищать сами виртуальные машины защищать отдельные файлы у нас есть партнерское решение с компанией Peer например то есть мы можем его использовать для того чтобы реплицировать файловые шары с локальной площадки на удаленную либо может быть публичного облака Nutanix Files это готовый скиллаут NAS от Nutanix который поддерживает основные файловые доступы то есть протоколы CIVS и NFS идеальным сценарием применения является как раз хранение профилей пользователей их данных и на самом деле возможны различные сценарии его применения то есть сценарий применения у вас пока нет проекта по VDI вы хотите консолидировать ваши файловые сервера то есть можно начать использовать так второе вы подумываете о проекте VDI но пока не готовы либо он какой-то долгий можно начать уже постепенно переносить профили пользователей для размещения уже в дальнейшем может быть на поверх этой инфраструктуры столов VDI есть два варианта реализации то есть это может быть нас внутри коробки Nutanix совмещая с нагрузки в виде виртуальных машин может быть представлен в виде отдельного dedicated кластера когда мы используем небольшую коробку где поменьше процессоров память чисто только для задач хранения благодаря интеграции с различными технологиями защиты от уже не слежащей Nutanix то есть пользователь на самом деле получает довольно интересные возможности по защите своих данных ну банальным примером мы можем простая интеграция там закладочка предыдущей копии настроив создание снимков на уровне Nutanix HCI пользователь будет видеть что его данные защищены при необходимости меньше нагружать администраторов когда мы имеем какую-то большую инфраструктуру виртуальных рабочих столов часто возникает задача изоляции трафика может быть внутри либо между какими-то отдельными департаменты традиционный подход использования как-то один департамент один влан ну на самом деле не всегда является удобным потому что возникает необходимость настройки определенных правил маршрутизации фаерволов отслеживать привязку виртуальных машин к тому или иному той или иной сети и так далее поэтому мы предлагаем довольно простой инструмент то есть мы предлагаем свой инструмент Nutanix Files о Nutanix Flow для во-первых сценариев VDI то есть размещая наши виртуальные машины создавая их используя в качестве шаблона для полов рабочих столов мы можем вешать так называемые категории категории фактически привязка ну в нашем случае либо департаментом либо говоря про среду может быть организации сервис провайдеров какого-то для личных внешних заказчиков мы можем помечать это некие такие тенанты для отдельных организаций создаем для этих отдельных категорий мы создаем на самом деле визуальные правила то есть визуальные правила сетевого взаимодействия который может разрешать запрещать какой-то входящий исходящий трафик и мы можем например запретить прямое взаимодействие отдельных компонентов многоуровневой структуре ну например тот же самый ксендер стоп то есть у нас имеет storefront имеется стоп delivery контроллер имеется сквейс сервера и так далее мы можем на уровне ограничения сего безопасности ограничить взаимодействие например напрямую storefront с SQL благодаря тому что у нас имеется поддержка интеграции с ICIP мы на самом деле можем встраивать дополнительные решения то есть это уже не наше решение а партнерские например для того чтобы обеспечить антивирусную защиту от сетевых атак для наших средств VDI по аналогии защиты отдельных рабочих столов мы на самом деле абсолютно точно также можем защищать те же самые файловые сервера где хранятся пользовательские профили то есть мы также можем вешать категории предначающие принадлежность наших рабочих столов и пользовательских профилей и с нашей стороны в автоматическом режиме уже предсозданные правила работают у нас происходит защита целиком всего нашего окружения благодаря тому что мы предлагаем свой инструмент автоматизации называемый Nutanic Scal на самом деле для чего он может нам помогать типичная задача что мы можем развертывать рабочие столы из какого-то шаблона шаблон необходимо подготовить то есть есть два плюс-минус одинаковых разных подходов то есть первый мы можем время от времени включать нашу виртуальную машину производить в ней обновления переразвертывать наши столы либо второй сценарий на самом деле мы можем развертывать с нуля каждый раз виртуальную машину производя с нуля установку приложений и в ручном режиме на самом деле это абсолютно неудобно автоматизируя эту процедуру мы на самом деле можем создать готовый шаблон то есть например по расписанию без участия нашего без включения виртуальной машины скачивания обновлений и так далее можем в автоматическом режиме создать какое-то расписание например раз в месяц раз в квартал создавать новый шаблон наших виртуальных машин и, тестово развернув в какой-то отдельной среде, используя ту же самую микросегментацию, проверив корректную работоспособность, мы можем развертывать полноценно наши столы и переводить уже на новую сборку. И, собственно, инструменты защиты. С нашей стороны у нас есть отдельное подразделение компании, которое было куплено, это Облако КЗАИ. Секунду, коллеги. И мы предлагаем несколько сценариев применения совместно со сценариями для задач VDI. То есть первое, это КЗАИЛИП. Мы можем настроить для компаний, у которых не имеются свои собственные резервные площадки, возможность арендовать по модели потребления дар-площадку в нашем облаке. Говоря про гибридные варианты реализации у себя в публичном облаке, и, безусловно, есть какие-то определенные требования по соответствию требований регуляторов, PCI, DSS и так далее, мы предлагаем, во-первых, инструменты КЗАИБИН, который делает это. Он может оценить, насколько требования регуляторов выполнены. Во-вторых, он нам может посчитать, сколько же нам обходится инфраструктура на нашей площадке, сколько находится в облаке. И, может быть, говоря про гибридные варианты реализации, либо, может быть, дальнейшего развития платформы, мы можем уже между собой, для себя играть, выбирать необходимый вариант. То есть развернуть новые столы локально, может быть, для каких-то отдельных задач в публичном облаке, потому что это окажется экономически выгодным. КЗАИЛИП – это публичное облако, да, то есть вы получаете некую сущность, наверное, для развертывания. Если есть необходимость, и вы хотите как-то уже работать, больше иметь контроль, мы можем предлагать решить такой продукт, как ЗАИК-кластер. То есть это выделенный кластер только под ваши задачи, которые, ну, вы можете дополнительно какие-то инструменты по защите развернуть и так далее. Итого, да, то есть благодаря возможности линейного наращивания мощности нашего кластера под задачей VDI мы всегда имеем неизменный юзер-экспириенс. То есть 100 или 1000 пользователей время отклика приложений остается неизменным. Благодаря тому, что мы предоставляем с собой как законченное решение, которое покрывает задачи гипервизора, сторожа, управления и так далее, заказчик может быстро начать свой проект без каких-то либо долгих процедур планирования. Не нужно думать, какой тип рейды выбрать на новой системе хранения данных, как разбить диски. Мы просто создаем пул из наших всех дисков, всех наших серверов. Система автоматически все сама раскладывает, то есть раскидывает данные, при этом заботится, безусловно, всегда о защите наших данных. Довольно большой, богатый, встроенный инструмент и технологий по обеспечению высокой доступности. То есть в рамках кластера мы всегда защищаем данные от сбоя диска и узла, резервируя наши данные. То есть всегда локальная копия пишется на локальный узел. Вторая копия разбивается на блоки и раскидывается по всему кластеру. Как следствие, весь кластер при необходимости участвует в перестроении нашей реплики. Для отдельных сценариев мы можем, повышенные требования к надежности, мы можем создавать не дополнительную реплику, а две реплики. То есть у нас будет три копии данных. На больших кластерах, да, то есть мы можем разграничивать фолд домены, которые могут быть на уровне блока, да, то есть в зависимости от форм-фактора исполнения мы можем предоставляться в виде одной коробки на юнитовой, одной коробки двух юнитовой, в двух юнитах два сервера, либо в двух юнитах четыре сервера. Соответственно, в рамках вот этого шасси у нас имеется общее питание, да, то есть это мы называем блок, и потенциально, возможно, сценарий, что проблема с питанием выходит и сразу устроили либо два, либо четыре сервера. Поэтому мы на самом деле понимаем блок-авернесс, мы можем раскидывать данные между уже коробками. И говоря про прям большие-большие инсталляции, то мы понимаем на самом деле не только коробки, но и стойки, то есть мы можем защищать от выхода из строя уже целиком стойки, раскидывая наши реплики данных по там второй-третьей стойке. Ни одна система хранения данных, да, то есть в том числе за гуманные деньги такого обеспечить абсолютно не может. При этом почти что независимо от гипервизора мы предоставляем встроенные инструменты по репликации, то есть это может быть синхронная, как синхронная репликация. Мы можем предоставить свои инструменты DR, если у заказчика нет своей резервной площадки. И если есть необходимость, да, то есть мы предоставляем из коробки, опять же, встроенные различные технологии эффективного использования хранения данных, да, то есть для отдельных сценариев мы можем использовать, например, для фулл-клонов технологию дедупликации, да, то есть включить для отдельного, в нашем термине контейнера, сторож для размещения виртуальных машин. Для, например, линкованных машин, которые уже сами по себе плохо дедуплицируются, мы можем включить технологию компрессии. Для хранения профилей пользователей мы можем включить либо онлайн, либо посткомпрессию. Для каких-то баз данных, например, которые уже своими инструментами обладают, мы можем настроить отложенную компрессию. То есть мы можем довольно гибко настроить для различных задач, в том числе даже в рамках одной задачи VDI, технологии потребления, выделения дискового пространства. Собственно, о чем хотелось бы дальше продолжить говорить, да, то есть хотелось бы рассказать про наш продукт SciFrame, потому что продукт довольно, во-первых, интересный и классный, во-вторых, на самом деле мы оказались сейчас вот в такой ситуации. То есть большое количество пользователей сейчас сидят дома и не всегда обладают необходимыми инструментами, во-первых, доступа к своим документам, во-вторых, со стороны компании мы видим, что не все компании могут быстро, оперативно это обеспечить. Буквально вот прям сценарий собственной жизни. Вчера ко мне приезжал коллега, потому что его перевели на надомный режим работы, и у него банально не оказалось ноутбука для работы, да, то есть пришлось дать коллеге. Со стороны компании мы видим, что, ну, когда у нас не готова оказалась компания к такому сценарию, переводу массовому сотрудников, то и нету готовых инструментов. И поэтому, собственно, десктоп как сервис – это довольно удобный как раз инструмент, который может быстро, оперативно предоставить возможность пользователям начать работать. Собственно, что же такое Xiframe, да, то есть это облачная панелька, да, то есть фактически Management Plane, который расположен в нашем облаке Xite. То есть он полностью под управлениями нашими силами, и по факту мы что получаем? То есть по умолчанию работа идет через браузер, то есть мы по аналогии привыкшие работать с Google Drive, и он с Office 365, мы используем тот же самый инструмент в виде браузера, который мы можем запускать, как следствие, на любых устройствах, для того, чтобы получить доступ к своим приложениям. Неважно, это вебовские приложения, либо Windows, Linux приложения и так далее. Собственно, чем же может быть интересен непосредственно сам DOAS? То есть некоторые компании все чаще рассматривают некую такую стратегию уйти от задач по управлению оборудованием, вместо этого перенести какие-то нагрузки в публичное облако. Это, как следствие, сокращает период каких-то закупок, выбора решений и так далее. И мы можем быстро запустить наш сервис, используя готовый сервис в публичном облаке. При определенных сценариях, да, то есть нагрузке, может быть, темпах роста компании, возникает ситуация, что у нас возникает проблема масштабирования. То есть либо резкий рост, например, как в нашем случае сейчас, пользователи переходят на домную работу. Либо большое количество открывается новых филиалов офисов компании, либо наоборот, это какая-то сезонная нагрузка. Мы видим то, что у нас, на самом деле, мы хотелось бы работать и платить по факту, по мере использования. То есть тот самый Pay is You Go в полноценном виде, за который мы платим как за ресурсы, так и за непосредственно сам брокер для возможности подключения. С одной стороны, наверное, спорный вопрос, говоря про повышенную безопасность, но в общем случае, ЦОДы глобальных поставщиков облаков, они имеют повышенные требования внутри и инструменты по обеспечению безопасности. Говоря особенно про небольшие компании, все-таки глобальные поставщики, они больше стараются заботиться, получая, во-первых, какие-то различные инструменты, инструменты для защиты своих данных, какие-то сертификации, типа, там, не знаю, PCI, DSS и прочих, да, то есть мы имеем сертификат для Xiframe, например, не особо актуальный для России, HeadReady. И это, во-первых, позволяет заказчикам, используя готовые эти инструменты со стороны провайдера, некий такой security как сервис, на самом деле, приоритизировать, использовать, например, развернуть дополнительные рабочие столы, для того, чтобы отдать это управление, вместо того, чтобы не заниматься этим самим. И, безусловно, некий переход нам от CapEx в OpEx, когда мы не сразу закупаем наши лицензии, оборудование, настройку людей и так далее, мы переходим постепенно в модели потребления, то есть мы наращиваем наши мощности, каждый, например, год, каждый квартал, какие-то отдельные сценарии, мы, наоборот, от этих ресурсов отказываемся, потому что часть сотрудников ушла, уволилась, либо филиал закрылся и так далее. У нас в этом плане DAS очень довольно классные и интересные. Если посмотреть на рынок игроков, ну, на самом деле, решений DAS довольно много, то есть я выделил плюс-минус основные какие-то компании на слуху, то есть это Amazon Workspace, Citrix Management Cloud, Microsoft, VMware Horizon и, собственно, наш продукт. И возникает вопрос, да, то есть чем же они отличаются? Не вдаваясь суперподробно в технику, но на самом деле ответ на этот вопрос довольно простой. Чтобы не ответить, нужно понять, что нам нужно сделать для того, чтобы конечный пользователь получил доступ к своему приложению, к своему рабочему столу. И тут мы идем по простому пути, да, то есть пять шагов. Первое. Мы выбираем инфраструктуру. И это сразу же ответ, чем отличается наш продукт от конкурентов. Если мы говорим про Amazon Workspace, это продукт, который завязан на Амазоне. Цитриксовый продукт завязан на Цитриксе, да, то есть Microsoft старается в рамках своего Azure работать и так далее. С нашей стороны мы даем, на самом деле, заказчику гибкость выбора, во-первых, как публичного провайдера, мы поддерживаем Google, Azure, Amazon, так и при необходимости гибридный вариант реализации. Если ему требуется сейчас, например, оперативно запуститься в публичном облаке, он потестировал, посмотрел, все хорошо, нарастил мощности, постепенно мы разместили заказ для того, чтобы перенести на свою площадку инфраструктуру. Пока приехала инфраструктура, мы настроили, произвели переключение, да, то есть отказались от публичных услуг. То есть гибридность и мультиоблачность – это основные преимущества нашего решения. Выбирая инфраструктуру, да, то есть мы выбираем поставщика услуг, то есть довольно просто. Мы выбираем либо Google, Azure, Amazon, мы выбираем один, либо несколько регионов для размещения. Фактически у нас будет использоваться инфраструктура, да, то есть конкретно вот СОДА. То есть если мы говорим про разрозненные компании, то это довольно удобно, то есть мы можем для отдельных пользователей, там, не знаю, в Штатах использовать штатовские дата-центры, для пользователей из Европы использовать европейские, может быть, в зависимости от региона России, где-то используют азиатский регион. То есть мы можем создать как можно ближе рабочее окружение к самому пользователю. При этом, помимо того, что рабочие столы, да, то есть сами лицензии, фактически подписка на потребление, нам требуются, безусловно, ресурсы для того, чтобы эти столы работали. Существует два довольно простых варианта. Первый вариант – заказчик уже активно пользуется облачными услугами, у него есть какая-то корпоративная подписка, может быть, он использует там, не знаю, Office 365, может быть, полноценно сидит в Амазоне, он может продолжать использовать свою подписку, то есть фактически вы будете платить за ваши ресурсы, в том числе ресурсы ИАСа для задач десктопов. Текущему поставщику фактически платить в XAI вы будете только за подписку для использования рабочих столов. Либо вариант, когда, может быть, это новая какая-то инициатива, нет, у вас не пользуетесь личными облаками, но Таник сможет со своей стороны предоставить как лицензии на использование рабочих столов, так и так называемые ИАС-кредиты. Фактически часы использования того или иного поставщика услуг. В данный момент мы можем работать на базе, собственно, трех глобальных поставщиков в 65 дата-центрах по всему мира. То есть в Европе, наверное, ближайшие для нас это Франкфурт и ЮК. То есть Франкфурт, наверное, самая удобная точка, потому что есть глобальный Cloud Exchange, который позволяет объединить большое количество глобальных поставщиков с услуг. То есть если у компании какая-то некая мультиоблачная стратегия, например, использует сервисы типа Salesforce, Azure, Amazon, то Франкфурт на самом деле довольно удобный вариант для выбора. Второе, да, то есть мы выбираем авторизацию, то есть как пользователи у нас будут подключаться, какие права они будут иметь и так далее. Тут довольно как бы широкий выбор инструментов. Говоря про стэк продуктов Microsoft, да, то есть, например, Azure мы используем, то поддерживается, например, Azure Active Directory. То есть уже пользователь, пользующийся Office 365, на самом деле он автоматически может сюда залогиниться и иметь определенные права. Говоря про стэк Google, да, Google GCP, мы можем использовать авторизацию G Suite. Если это полностью новая инсталляция, пока не потребляются ресурсы, мы можем создавать обычных логинов-паролев, либо использовать там авторизацию, антификацию с использованием SAML. То есть мы настраиваем и даем определенный набор road-based контрола, какие права они будут обладать пользователи. То есть это пользователь глобальный администратор, создает рабочие столы, управляет пулами, политиками. Пользователь, который занимается публикацией только приложений, может быть пользователь, который занимается поддержкой наших пользователей, то есть это все можно удобно настроить. И говоря про саму иерархию, да, то есть как это выглядит со стороны там панельки управления. Есть три сущности, да, то есть это кастомер, то есть фактически тот, кто имеет доступ полноценно к первоначальной консоли управления, то есть тот, кто отчитывается перед Nutanix за потребление GZE, то есть либо GZE, либо GZE плюс и ASCредиты. Второе, да, то есть мы создаем такие сущности, как называемые организации, то есть это либо департамент может быть внутри рамках одной организации, либо говоря про некую такую там перепродажу десктоп как сервис, это может быть отдельное подразделение отдельных компаний. То есть фактически тот, кто будет потребляться, да, то есть в изолированные ресурсы, отдельный клиент. И в рамках этой нашей организации мы на самом деле создаем такой сущность, называемый как аккаунт, то есть это фактически рабочие столы, развернутые в привязке к конкретному облаку. То есть, как видно на картинке, например, для там департамента, либо клиента сейлс, мы можем развертывать два различных типа. То есть если у нас, не знаю, путешествующий продавец по всему миру, и ему требуется рабочее окружение по возможности поближе к тому месту, где он будет работать, мы можем развернуть его рабочий стол один, там, не знаю, в Штатах, другой в Европе, третий в Азии, и каждый раз, находясь непосредственно в этом регионе, он будет использовать уже необходимый ему рабочий стол. Третье, да, то есть мы производим установку приложения. Установка приложения довольно простая, да, то есть как по аналогии с VDIM, у нас есть золотой образ, да, то есть мастер-образ, кто как называет. В нашем терминах это sandbox называет, то есть изолированная среда, которая используется в дальнейшем для развертывания наших столов. То есть мы просто имеем машину с Windows 10, либо серверную операционную систему, устанавливаем в нее приложение, и два варианта исполнения. То есть первое, мы можем, подключаясь к рабочему столу, запускать приложение как, ну, традиционный подход. Во-вторых, установленный агент к фрейму увидит новое установленное приложение и выведет их в отдельную закладочку, называемую applications. То есть, ну, если мы работаем с каким-то отдельным приложением, на самом деле довольно быстрее запустить само приложение, чем целиком рабочий стол и так далее. Поэтому мы получаем по факту некий портал, в котором у нас доступно там две кнопки. Первое – это рабочий стол для подключения, второе – приложение. Приложения могут быть установлены как в этом же рабочем столе, так и при необходимости публиковаться отдельно. Мы настраиваем публикацию, да, то есть подключение наших файловых хранилищ. То есть если мы работаем с какой-то своей площадкой только, используем уже файловые хранилища локальные, мы можем их просто подключить, указать, что профили хранятся там. Если мы используем Nutanix на нашей площадке, безусловно, мы предлагаем варианты реализации с нашим продуктом Nutanix Files. То есть если говорим про мультиоблачность, либо гибридные варианты реализации, у заказчика могут уже использоваться облачные хранилища, такие как как раз Google Drive, OneDrive, Dropbox и так далее. Здесь, опять же, по аналогии с интеграцией с инфраструктурой, у нас довольно просто интегрируется. То есть пользователь может поставить галочку, какого провайдера облака использовать, и по факту при подключении к рабочему столу он увидит, что подключен как локальный сетевой диск, то есть как сетевой диск наших облачных хранилища, либо удаленные хранилища, и может работать независимо от того, где расположен этот наш рабочий стол. И, собственно, последнее, да, то есть это настройки профилей, настройки количества пользователей. То есть мы создаем по аналогии такой же пул ресурсов, то есть какое количество столов будет развернуто, какие будут подготовлены заранее, какие часы, может быть, они включаться будут, потому что мы работаем только, не знаю, днем, а ночью мы выключаем. И как следствие мы не потребляем ИАС-кредиты. Мы настраиваем определенные политики для пользователей, то есть что может пользователь делать, да, то есть настраиваем какие-то полосы пропускания, качество канала связи, активируем возможность использовать облачных хранилищ, и в дальнейшем пользователь уже сам может настраивать конкретно под себя. И у нас автоматически создается, когда мы создаем аккаунт, у нас автоматически отправляются письмо пользователю, и как следствие пользователь получает письмо, вы приглашены для работы с вашим виртуальным рабочим столом, пройдите по ссылочку, введите пароль. Все. Довольно простая настройка со стороны пользователя, ну, минимальная какая-то подготовка, то есть можно приложение, работа происходит через браузер, работать с любого устройства. Если мы говорим про большую поддержку различной периферии, то есть полноценный клиент, который мы можем установить на те же планшеты, на телефон и так далее. Два основных примера, которые хотелось бы рассказать, показать, и мы как раз, может быть, сценарий применения. В самом начале я сказал, да, то есть Xiframe – это продукт, облачная панель, которая позволяет доставлять Windows-приложения через браузер. Хороший сценарий – ритейл-компания, которая решила организовать некую веб-витрину в рамках своего сайта. То есть она взяла продукт Xiframe, которым построила 3D-модель своего помещения. Используя интеграцию как раз, да, то есть кусочек браузера, фактически, в свой сайт, они получили то, что пользователь может зайти, походить по трехмерной модели какого-то павильона, посмотреть расположение товаров и так далее. И как мы видим, пользователи-то они не постоянно пользуются. То есть зашел пользователь, посмотрел, вышел, да, то есть закрыл страницу. Довольно удобный сценарий гибкости, то, что мы утилизируем фактически по мере использования, да, то есть ближе к выходным, например, пользователи более активны, посредине рабочей недели менее активны. И как бы это мы можем все настраивать. И второй довольно как бы большой пример заказчика – это, собственно, компания Autodesk. Компания Autodesk имеется своя, свой учебный центр, да, то есть Autodesk University. Вы можете удаленно работать, получать различные лабораторные работы для того, чтобы работать, не знаю, там, с каким-то автокадом, может быть, 3D Max и так далее. Используя инфраструктуру Azure и нас в качестве desktop как сервиса, Autodesk организовал рабочие как раз столы для, там, порядка 10 тысяч пользователей, которые могут работать. И опять же, мы говорим, что это обучение, да, то есть это тот самый сценарий, где у нас все-таки нагрузка, она неравномерная и особенно эффективно видим экономику, да, то есть как, собственно, подобрать конфигурацию для наших сред, да, то есть что мы можем предложить и как это может выглядеть. Ну, как для, наверное, новых партнеров это что-то новое, да, то есть у нас есть продукт Nutanix Sizer. Для тех партнеров, которые уже давно используются, ну, на самом деле ничего нового нету. То есть у нас для партнеров имеется специализированная веб-утилита, в которой мы можем проектировать, подбирать конфигурацию железа под определенные задачи. И как раз одна из задач, это, например, либо там терминальные сервера, либо, ну, в данном случае, например, VDI, да, то есть. Слайд чуть-чуть старый, да, то есть брокер теперь появился дополнительно, то есть мы выбираем брокер подключения, да, то есть это может быть Horizon View, Sender Stop, сейчас появился как раз с iFrame. Если мы говорим про гибридный вариант размещения на своей площадке, мы выбираем определенный набор параметров, которые, на самом деле, при беседе с заказчиком вы наверняка также всегда спрашиваете, то есть какое количество будет пользователей, что за типовые параметры рабочего стола, какое количество пользовательских профилей, какие технологии развертывания будут применяться. На самом деле вот эти все самые параметры вас спросят как раз Sizer, то есть это заполнив его, мы получим на выходе, на самом деле, готовой конфигурации. Ну, например, пример расчета, да, то есть что мы можем сделать с помощью этого инструмента. Ну, например, у нас есть заказчик, который там порядка 6 тысяч пользователей под различные задачи, да, то есть большей части это офисные сотрудники, там, пользующие офисный пакет, чуть-чуть разработчики, которые крутят какие-то там свои наработки, кубернетисы и так далее. И мы, обсуждая как раз, да, то есть идею с VDIM, то есть, как я сказал, связка XenDesktop и наши гипервизоры HP, там, лучшее решение на рынке, мы, собственно, считаем простой сценарий, да, то есть это наш гипервизор и XenDesktop. Технологии развертывания, мы, например, считаем, например, Machine Creation Service, и как раз вот эти те параметры, версия OS, потому что разные версии Windows, да, то есть плюс-минус они потребляют разное количество ресурсов, и Sizer это учитывает. Это те самые параметры, которые мы задаем, и по факту мы получаем вот такой, как бы картинку, на то есть одну секундочку. Мы получаем конфигурацию, необходимую под наши задачи. Например, посчитана вот конфигурация для 2000 рабочих столов на компании, на там оборудовании компании Lenovo. Соответственно, задача была 2000, 6000 столов, поэтому как мы предлагаем реализовать в конечном итоге архитектуру решений для заказчика. 3000 столов, ой, 6000 столов, на самом деле это 3 кластера по 2000 столов, да, то есть по нашей конфигурации мы видим, что 2000 столов это порядка 15 узлов, довольно удобное число, потому что она кратно трем, то есть при необходимости дополнительные защиты, виды от выхода не только строя серверов, серверов блоков, да, то есть мы можем также раскидывать между стойками, то есть рековерность здесь хорошо работает. То есть мы видим, что 150 пользователей в худшем сценарии мы можем крутить на нашем рабочем столе, да, то есть тут, безусловно, это вопрос, как бы, некий гипотетический расчет для бюджетной оценки, тут как раз перед тем, как помимо того, что проектировать, планировать количество пользователей на отдельный узел, безусловно, совместно с заказчиком нужно проводить некие там пилоты, оценочные требования, какая, возможно, переподписка, потому что это некий гипотетический сценарий. И, говоря про большие инсталляции, безусловно, мы выделяем некий менеджмент плейн, да, то есть где расположены наши основные компоненты, такие, может быть, если новая инсталляция, как служба каталогов, кластеры баз данных, компоненты Citrix и так далее. Вот пример некого типового тиражируемого решения, то есть довольно удобно, да, то есть 2000 столов – это 15 узлов. Если требуется нарастить еще 2000 столов, рядом ставим те же самые 15 узлов. То есть как раз тема, про которую я говорил, да, то есть это линейная масштабируемость и прогнозируемость. Гарантированно 2000 столов, да, то есть они будут работать идентично, как и предыдущие 2000 столов. Собственно, что мы можем предложить партнерам и заказчикам, да, то есть первое, конечно, как ни странно, это предложить провести пилотный проект. Пилотный проект может быть проведен на территории заказчика, то есть мы можем совместно там с партнерами, с поставщиками ОЕМА договориться о предоставлении определенной конфигурации железки под задачи заказчика, да, то есть мы обсуждаем, что за гипервизор, какой брокер подключения, что на выходе он хочет получить, некое там сценарии, мы проигрываем и так далее. И второй вариант, да, то есть если требуется оперативно потестировать, либо уже может быть экспертиза есть, ну, например, как я говорил, да, есть экспертиза есть по Xen Десктопу, но меньше экспертиза по Nutanix. Мы можем предоставить возможность пилотного проекта в нашем публичном облаке, ну, в нашем облаке, в нашем частном дата-центре, скажем так, да, неправильно. То есть мы можем зарезервировать полноценную железку на какой-то озвученный период времени. В рамках этого тестирования мы даем вам удаленный доступ, партнер, да, то есть совместно с заказчиком проводить какие-то свои задачи, тестирует и так далее. Второе, да, то есть говоря про подготовку к какому-то проекту, пилот, допустим, прошел успешно, либо какие-то возникли наоборот вопросы, как же настроить, как реализовать ту или иную задачу, у нас есть готовые гайды. То есть гайды, описывающие, как работаем мы в целом, например, с задачами VDI, без привязки к гипервизору, какой отдельный акцент сделать можно на нашем гипервизоре, какие дополнительные преимущества использования по сравнению с другими гипервизорами. Если мы говорим про микросегментацию, как она интегрируется, как настраивается, то есть готовые интересные гайды можно взять, почитать. Если это уже как раз заказчик, который не знает, не имеет общего PTS-VDI, то есть мы можем предложить обучение. То есть у нас есть готовые виртуал-будкэмпы, то есть в рамках той же самой удаленной лаборатории мы можем совместно с заказчиком провести некие там, не знаю, на их площадке краткое обучение, проделать пошагово прям работу, запустить систему с нуля. То есть это, ну, например, описание проекта по Citrix. Если у заказчика нет опыта с Nutanix, предварительно мы можем там такой же дополнительный тренинг провести, как запустить работу с Nutanix с нуля. Следующий тренинг, да, то есть как настроить на этом уже настроенном Nutanix с нуля, развернуть VDI. Ну и дополнительные уже какие-то компоненты, например, файловые сервера, Flow и так далее. Мы можем поделиться различными историями успеха с нашими заказчиками, да, то есть есть глобальные заказчики во всем мире, есть большие заказчики в России, то есть количество референсов есть, да, то есть если заказчик как-то сомневается может быть в применении нас в качестве аппаратного формы, в качестве инфраструктуры, может быть сомневается в выборе какого-то определенного видеорешения, то есть нам есть то есть с кем поговорить, да, то есть с кем пообщаться заказчики, которые подтвердят, что вариант реализации XenDesktop Nutanix HV собственно это тот лучший вариант, которым они как минимум либо используют, либо стараются прийти, да, то есть мигрируя со старых гипервизоров например в Citrix XenDesktop на VMW. И собственно если какие-то вопросы возникают, куда можно обращаться? То есть это мероприятие для партнеров, да, то есть безусловно можно первым делом обращаться к Василине, да, то есть это наш Channel Source Manager, по которому можно обсуждать какие-то там инициативы, требования, там обсуждать проекты и так далее, при необходимости она подключит нас. Собственно второе, да, то есть это команда наших присылов, да, то есть с E-Russia Team можно задавать вопросы по ЮКу в принципе большей частью мне, да, то есть если есть какие-то дополнительные вопросы по отдельным продуктам, например там по микросегментации, по файловым серврам, может быть отдельный акцент тот же самый Desktop как сервис, все можно кисать, найти на общую почту. И в рамках некой как раз инициативы сейчас большое количество компаний перешли на надобный режим работы, да, то есть и многие компании, в том числе мы на самом деле поняли, да, то есть что компании, у которых не было VDI, захотели VDI, да, то есть как минимум как инструмент удобный на будущее, другой стороны компании, у которых был VDI, то есть они кинулись дополнительно расширять мощности, потому что переводить такое количество пользователей они на самом деле оказались не готовы. У нас есть отдельный сайт для партнеров, который описывает собственно что мы можем предложить партнерам, да, то есть как позиционировать себя для этих сценариев, то есть вот отдельная ссылочка. С моей стороны на самом деле все, коллеги, да, то есть я сейчас постараюсь тогда прочитать все вопросы, ответить на них. Если у кого-то будут вопросы, то есть кто-то требует голоса, да, то есть поднимайте руку, мы дадим вам слово, тогда пообсуждаем. Спасибо. Так, коллеги, да, смотрите, первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, возможности ограничения использования VDI с GPU. Года 2-3 назад почему появилась поддержка Citrix Xen сервера были определенные проблемы связанные с работами VGPU, то есть виртуальный GPU, чтобы возможность шарить на несколько виртуальных машин. Сейчас, говоря про сценарий используем Nutanix и HV, VGPU мы полностью поддерживаем. То есть мы можем на тех же сценариях Xen desktop на использовании нашего гипервизора предоставлять различные сценарии с применением карт NVIDIA. В данный момент, если говорим про новые какие-то конфигурации как нас, так и EM-партнеров различные старые карты типа M60 они уже пропали из конфигуратора. Сейчас доступны основные карты P100 P40, V100 и T4. То есть если задача требует работы графического адаптера наличия, то тут безусловно мы можем предложить единственное, что я хотел бы предложить, посмотреть на то, работает ли ваше приложение с этой видеокартой. Потому что частая ситуация старое какое-то приложение работает и тут решили его перенести с использованием новой видеокарты. Ну на самом деле там какой-то Autodesk 2000. Безусловно там нет никакой родной поддержки и тут возможны проблемы, поэтому лучше такой сценарий либо протестировать, либо говорить заказчикам, чтобы переходить на более свежие версии приложений, которые будут полноценно все поддерживать. Дедубликация PerStorage либо глобальная, сквозная. Смотрите, мы настраиваем возможность использования дедубликации на уровне отдельного контейнера. То есть, если есть какая-то задача разделить определенные контейнеры между нашими задачами, то есть, где-то дедубликация включена, где-то она с приложением работает плохо, мы можем ее там включать, не включать. В общем случае, настройка на уровне контейнера, но дедубликация глобальная на весь кластер. Глобальная на весь кластер, и при этом она не зависит от конфигурации применяемых узлов. Если у некоторых компаний дедубликация работает, например, только на AllFlash конфигурациях, в нашем случае мы работаем в том числе на гибридной конфигурации, что для сценариев EDI позволяет получить более дешевую стоимость отдельного рабочего стола. Где географически размещается вариант с десктоп как сервисом? Соответственно, есть два варианта реализации, и во всех вариантах реализации у нас присутствуют два компонента. Первый – это компонент Management Control, то есть фактически панель управления создания как раз вот этой структуры кастомер, заказчик, отдельный пользователь столы, она всегда расположена в публичном облаке XI, в нашем публичном облаке, то есть это полностью облачный сервис. Второе – это ресурс plane, ресурсы в виде рабочих столов, может быть, файловых профилей, они могут располагаться как на территории заказчика, то есть развертывается специальная служебная машина, которая связывает публичное облако с инфраструктурой заказчика, и с публичным облаком мы можем управлять подписками, рабочими столами и так далее, а сами столы расположены локально, либо рабочие столы могут быть полностью размещены в Google Azure Amazon. Возможен третий сценарий, то есть как раз мы с коллегами пытаемся писать блок, не всегда быстро, но тем не менее. Третий сценарий, на самом деле, говоря про VDI, то есть это окружение не только рабочие столы, это в том числе и пользовательские профили, то есть возможен некий такой третий сценарий, когда менеджмент плейн расположен в облаке XI, когда рабочие столы расположены например в публичном облаке Google Azure Amazon, а файловые сами файловые профили, документы пользователей расположены на территории заказчика, например, с применением нашего продукта Files. Есть ли у партнеров доступ к лабораторным работам, чтобы можно было провести их самостоятельно? Смотрите, коллеги, лабораторная работа это два компонента. Первое это гайд, то есть фактически инструкция пошаговая что сделать. Второе это стенд, на котором эти пошаговые инструкции сделать. Если мы говорим, что у вас нету стенда, то есть это только заказ через наш, партнеры могут попросить нас, совместно с ними под какую-то инициативу, мы можем забронировать оборудование. Если мы говорим про какие-то быстрые тесты, это оперативно на два дня. Если мы говорим про долгосрочный какой-то пилот с заказчиком в согласованное время, то там требуется Opportunity, в рамках которого мы под вас выделяем на какой-то неделе, две, три месяца оборудования и можно уже дальше обработать. Предоставление доступа к учебным материалам, ну то есть это вопрос обсуждаемый, то есть если у вас есть стенды, где поиграться, посмотреть, напишите, мы, я думаю, этот вопрос обсудим. Доступ к самым удаленной лабе, то есть только через сотрудников Nutanix. наверное, отчасти это в том числе вопрос, то есть выделены площадки в облаке для пилотов, да, то есть это не выделены площадки в облаке для пилота, это у нас есть для внутренних нужд, для различных маркетинговых мероприятий, для в том числе обучения, как нас, так и заказчиков, есть возможность забронировать прям готовую железку, например, там 4 сервера, если есть необходимость, там больше, которые мы получим на какой-то период использования, то есть мы получаем доступ по VPN, отключаемся к железке, мы можем с ней делать, с ней что захотим, хотим сменить тип гипервизора, хотим проверить, как работает определенный брокер, хотим сделать нагрузочное тестирование, если со стороны заказчика этот вариант такой допустимый, да, то есть нету там каких-то суперсекретных данных, то это довольно быстрый простой вариант попробовать запустить, протестировать, если требование заказчика, то есть он не хочет переносить свои данные, это вопрос обсуждаемый также с нами, то есть мы будем либо искать свои железки на территории России, либо договариваться совместно с своими партнерами. В чем недостатки облачного брокера перед OnPrem? Коллеги спрашивают. Ну смотрите, тут недостатки, наверное, сложный вопрос, как бы, да, то есть потому что мы все-таки рассказываем с одной стороны про наше решение, с другой стороны явным недостатком является то, что она расположена в публичном облаке. То есть для некоторых компаний это может оказаться проблемой, да, то есть если они хотят либо в какой-то момент ну сменить политику, например, располагаться полностью на своей площадке, полностью как-то изолироваться, какая-то dark side инсталляция, либо вариант то, что, ну, мы поработали, поработали, да, то есть мы быстро стартанули, в какой-то момент мы решили отказаться с пользования облачных сервисов, мы подкачали свою экспертизу, они готовы взвалить все это дело на себя, да, то есть поэтому вот тут готовый все-таки брокер, да, то есть он позволяет больше быстро стартануть, но если говорить прям супер про какую-то кастомизацию под отдельные требования заказчика, конкретные какие-то, не знаю, алгоритмы шифрования, например, гастовые, которые, безусловно, в публичных облаках нету, тут облачное решение, оно, ну, хуже себя показывает. С другой стороны, ну, как-то, как прям полноценную замену VDI-а разговор не идет, да, то есть это именно, наверное, разговор для отдельных каких-то сценариев применения, то есть когда у нас плавающий график у сотрудников, когда у нас пиковая нагрузка, когда мы дополнительный филиал открываем, это идеальный сценарий. Если мы говорим и готовы со своей стороны полностью управлять какие-то свои требования, у нас достаточно экспертизы, денег, проект несрочный, ну, наверное, проект VDI-а OnPrem будет для заказчика более подходящим. Второе, то есть когда Frame будет OnPrem? Насколько знаю, Frame OnPrem в виде менеджмент плейна не планируется даже никогда реализации на площадке заказчика. То есть когда-то шел об этом разговор, последний разговор, что мы общались с коллегами из Frame, нету такой инициативы для размещения локальной инсталляции. Но, как практика показывает, если мы говорим, например, про какие-то большие жирные проекты, то для отдельных заказчиков теоретически, наверное, обсуждаемый вариант допиливания, отделения куска облака для размещения. Ну, тут разговор идет про деньги, про объемы. Это как раз плюс-минус одна инициатива, например, для размещения, может быть, менеджмент плейна, либо, может быть, локальных облаков на территории России с применением локальных поставщиков. Может быть, не на территории заказчика, это тема, которую мы сейчас как-то пытаемся обсуждать, найти решение. Ну, пока вот менеджмент плейна к Зая не планируется к размещению на территории заказчика, ну, и выносить, в принципе, за пределы к Зая. Ориентация на Цитрикс обусловлена преимущественными политическими причинами. Ну, тут, на самом деле, сложный вопрос, конечно, да, то есть, с одной стороны, наверное, да, то есть, если посмотреть со стороны компании в МВ, да, то есть, в МВ будет всячески топить за свойствах продуктов. С другой стороны, если же, с Цитриксом мы абсолютно никак не конкуренты. И во второй, с другой стороны, если посмотреть, то мы видим, что заказчики, да, то есть, при всех нам преимуществах протокола Бласт от МВ при готовой экспертизе продуктов по МВ, заказчики большей части все-таки выбирают по историческим причинам Цитрикс, то есть, потому что со времен еще, когда Цитрикс предложил свое решение для публикации приложений, которые в том числе сейчас довольно гибко предоставляются для уже виртуальных рабочих столов, да, то есть, они постепенно переходят к рабочим столам. Если посмотреть стэк продуктов в МВ для организации рабочих столов и приложений, ну, это же на самом деле два стыка, да, то есть, это Horizon, да, то есть, и мы должны использовать майкрософтовские терминальные сервера, то есть, два разных консоли управления, фактически два набора администраторов Цитрикса, в этом плане унифицированы решения. Не было про это слайд, но на самом деле сценарий довольно, чем уникальный Цитрикс для, в том числе, задач VDI и XenSeries, то есть, это Цитрикс ПВС, да, то есть, возможно, провизион по сети, довольно крутой функционал, у ВМВ просто нету такого аналога для реализации. И, говоря, да, то есть, про там, лицензионные какой-то расчеты, ну, то есть, схема с Цитриксом к XenDesktop и Nutanix HV, во всяком случае, то, что мы считали по практике для наших заказчиков, она оказывается экономически выгоднее. Безусловно, тут можно обсуждать, да, то есть, мероприятие для партнеров, что все нам нужны деньги, да, то есть, и можно предлагать заказчику вариант использования гипервизора в ВМВ, нас как, там, страджовый компонент, Цитрикс как XenDesktop, поверх всего это Microsoft, то есть, высокий, жирный, маржинальный проект, но, с другой стороны, если заказчик считает деньги, вариант Цитрикс XenDesktop и Nutanix HV, и окажется, ну, более интересным в плане финансов. Как с точки зрения заказчика отличается потребление фрейм, если у него есть и есть или нету он прям Nutanix? Смотрите, два варианта, то есть, как она считывается. На самом деле, у нас есть отдельный слайдик, то есть, могу при необходимости прислать. Если заказчик уже использует публичное облако, да, то есть, и продолжает, говорит, продолжать его использовать, туда его платить, то потребление, то есть, в случае локального применения фрейма и облачного фрейма ценник на фрейм по количеству пользователей там лицензий абсолютно никак не отличается. Если мы говорим, что у заказчика нету в публичном облаке сейчас ничего, то помимо локальной инсталляции, где у нас используется только лицензий на подключение, мы должны к лицензии в облако дополнительно посчитать и аскредиты, фактически, сколько ресурсов, да, для наших виртуальных машин будет потреблено. То есть, один в один никак не отличается, если нет инфраструктуры в облаке, то есть, дополнительно, еще туда ценник добавляется на аскредиты. Есть еще, на самом деле, отдельная ситуация, да, то есть, как раз, я в слайде, наверное, лучше пришлю коллегам. Если у нас, у заказчика несколько облачных провайдеров, да, то есть, как я уже говорил, два варианта размещения. У одного пользователя два рабочих стола, один в Эжере, другой в Амазоне. Тут в этом случае нам требуется два, две лицензии фрейма, то есть, ну, особенность такая, но и при локальном размещении, да, то есть, говоря про именные лицензии, да, то есть, мы, на самом деле, приходим к такому же сценарию. Есть ли наглядные примеры расчета реализации одного рабочего места сон-прем, связки, ну, Таник, с Плюс, ситрик, сида, аналогичная оборона на других решений? Смотрите, наработки, безусловно, у нас имеются, да, то есть, я вижу вопрос от какого коллеги, да, то есть, как раз эти наработки у нас имеются, то есть, мы с заказчиком, у нас есть наработки, да, прорабатывающие сценарии, например, во-первых, цитрикс на трехуровневой архитектуре против цитрикс на нотайликсе, да, то есть, как раз, как я говорил, в пятилетнем периоде мы окажемся на, там, порядка 40% дешевле, то есть, как следствие, мы, безусловно, можем показать некие числа в виде отдельного, стоимости отдельного рабочего стола. Есть готовые наработки, когда мы считаем, например, тот же самый, почему я сказал, то есть, что связка с ВМВ не так интересна, потому что, например, тот же самый Horizon на сфере с использованием того же ВСАНа и Citrix XenDestop с использованием Таник СВИ, мы, на самом деле, можем также показать более интересные показатели. Единственная ситуация, то, что, на самом деле, заказчики, некоторые сравнивают, ну, считаю, в лоб, то есть, берут железо, конфигурацию, которая, в принципе, часто совместимая для них задачи, для других, и сравнивать только софтовую часть. На самом деле, это, безусловно, неверно, потому что различные технологии хранения, как у того же, там, у ВСАНа, так и у нас, да, то есть, стоимость, например, конфигурации на гибридных конфигурациях узлов, да, то есть, где не работает дедуб и компрессия, у нас окажется лучше. В отдельных сценариях. Для тех же о флешей, то есть, часть дисковой емкости у ВСАНа может, она просто пропадать, потому что используется в качестве кэша, то есть, фактически, за дублирование данных. У нас это тиринг, то есть, у нас есть наработки, да, то есть, пишите, я думаю, описывайте задачи, я думаю, нам есть чем поделиться, конкретно как-то просчитать. Так, коллеги, я вроде, ой, сейчас, секундочку. Я вроде постарался ответить на все вопросы, то есть, если с вашей стороны остались еще какие-то вопросы, давайте тогда задавайте, если кому-то, может быть, какой-то вопрос в голос, поднимайте руку, да, то есть, я там передам права, если нет, то тогда всем спасибо. Хотя тогда пять минут я тогда жду, наверное, прекращаю запись, да, то есть, если вопросы есть, тогда пишите. Спасибо. 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 Продолжение следует...